Всем привет! Всем огромный-преогромный привет из Канады! И сегодня у меня такое видео внезапное, знаете, я вообще не думала на эту тему записывать, на эту тему говорить. Но как-то у меня вот накатило. Нет, на самом деле я в Инстаграме, я не помню в каком аккаунте, увидела видео сына Мадонны, который в красивом шелковом белом платье дефилирует по дому, его снимают. Он идет в нем туда-сюда-обратно, в общем, и вам, и нам приятно, все прекрасно, замечательно. Сыну Мадонны 15 лет, это ее приемный сын, очень симпатичный, такой красивый, я бы сказала, молодой человек, накачанный, очень такой, знаете, мужественного вида, совершенно ничего общего с платьями не имеющего. И у меня прямо, знаете, вот я так решила об этом записать видео, решила на эту тему поговорить, потому что эта тема в последнее время очень часто всплывающая в разных СМИ, в общем, по телевидению, в интернете очень много на эту тему говорят. И я вот тоже решила присоединиться к хору говорящих. Вот это видео, которое я увидела с сыном Мадонны, оно как-то немножко, ну, знаете, поменяло, не то, что поменяло, нет, не поменяло мою точку зрения на это явление, а как-то, ну, заставило меня задуматься. Я, вообще, я и платье, это тема, да? Я страшный фанат платьев, я очень люблю платья, у меня их полный шкаф, у меня их миллион, я вам их периодически показываю, мои разные платья и такие-сякие, и все они мои любимые, и я вообще без платьев не представляю свою жизнь, и для меня это такой совершенно женский атрибут, абсолютно женский. Самая женственная одежда, которая есть на свете, это платье. Самая, ну, если вы хотите выглядеть хорошо, если вы хотите выглядеть женственно, элегантно, на мой взгляд, на взгляд старой перечницы, которая очень-очень, ну, так, старомодных взглядов на моду, на жизнь вообще, я, знаете, например, вот это все современный оверсайз, а все вот эти вот сандалии, то, что вошли очень в моду с сандалией, это называется сандалии рыбака, которые я бы назвала дедушкиными сандалиями, огромные кроссовки, которые вошли в моду несколько лет назад, опять же, вот это платье с кроссовками, ну, в общем, я отвлекаюсь, я, что хочу сказать, что я человек, который моду воспринимает по старинке, то есть для меня платье, если платье, то должно быть овощ на каблуке, небольшом или большом, и, в общем, это, как бы, платье, это женское, это такое женское, такое девочковое, поэтому для меня тема, когда мужчина начинает носить платье, она особенно злободневна, ну, как бы не то, чтобы злободневна, ну, пусть носят, что называется, хотят, пускай носят, но я имею свое мнение на этот счет, имею право его высказать. Началось это явление где-то, ну, несколько лет назад, по-моему, еще до пандемии, до модного вируса, первый, одним из первых был американский актер, по-моему, Билли Портер его зовут, он пришел на церемонию Оскаров в вечернем таком платье, в красивом вечернем платье, совершенно женском, ну, он был такой, знаете, женско-мужской, потому что у него была пышная бархатная юбка, и сверху он был сделан как мужской фраг, то есть, в общем, это была какая-то такая, знаете, комбинация женского платья и мужского фрага. Потом он появлялся на всяких красных дорожках в разных других вариантах платья, в общем, по-моему, он был такой, знаете, как революционер, первопроходец в этом деле, хотя, по-моему, уже до него там пытались как-то что-то мужчины носить платье, ну, это было просто, знаете, ну, это действительно была революция, тогда, когда он появился на красной дорожке в платье, он, ну, он произвел революцию, фурор. Это был фурор, и я, естественно, считаю, что он, по-моему, первопроходец в этом, потому что, ну, как-то до него это было так, какие-то такие легкие, жалкие попытки, а он вот просто вот пробил вот это вот окно, и после него пошел поток. Его, кстати, сняли, этого артиста, в роли феи в новом фильме «Золушка». Я вот тоже на эту тему хотела поговорить, но, может, не в этот раз. Вышел новый фильм «Золушка», и роль феи, в нем играет вот этот самый американский актер Билли Портер, который, он играет фею, он там в платье тоже снимается, и он такой манерный, он такой женственный, и, в общем-то, как бы, ну, новомодние тенденции. Ну, не об этом сейчас, я о другом. Я вообще, конечно, первое, первое, что я, первое мое, так сказать, впечатление, когда я его увидела, у меня были очень смешанные чувства, потому что я вам должна честно сказать, что он выглядел хорошо в этом платье. Он действительно выглядел в этом платье красиво, элегантно, изящно. Он так двигался в нем красиво. Это было просто, ну, знаете, это был разрыв шаблонов, взрыв мозга. Мужчина, совершенно мужчина, может носить платье красивее и изящнее, чем многие женщины. В общем, не просто платье, а бальное платье в пол, с клинолинами, которое очень неудобно в нем ходить. Ну, в общем, да, и после него появилось много чего. Есть такой английский певец Герри Стайлс, я не помню, как его зовут, но вамилия его Стайлс, а имя Гарри. Я потом напишу, если я перепутала, я напишу, как правильно его зовут. Он, в общем-то, считается, что он гетеросексуальный мужчина. Ну, сейчас как бы никто толком не знает уже ничего ни о ком. Но он тоже иногда появлялся в каких-то таких странных нарядах, в каких-то юбочках, в общем, что-то такое. Потом появился еще один такой, знаете, совершенно невероятный человек. Он, по-моему, в Инстаграм много его фотографий. Я тоже не помню, как его зовут. Но он тоже совершенно абсолютно гетеросексуальный мужчина, который носит юбки, который носит платья и каблуки. Он совершенно, по-моему, тоже англичанин. Он живет в Англии, у него есть жена, у него есть дети. Он до сих пор абсолютнейший мужик. Такой лысый мужчина с 45-50 лет. Мужественный такой мужик. И он носит пиджаки, рубашки, там, галстуки. А внизу он носит, вместо брюка он носит юбки, он носит платья, он носит каблуки высокие. И, в общем-то, во всем этом он ходит не просто перед камерой. Он так ходит. Он так ходит по жизни. Он ходит на работу так. Его очень много фотографируют. Он, в общем, превратился уже в такую легенду. Ну, он гетеросексуальный мужчина совершенно. Ну, вот он любит носить юбки и каблуки. Потом Гучи выпустила платье мужское. Это тоже была ей очень известная история. Значит, Гучи, по-моему, год назад, точно не помню, выпустила мужское платье. Совершенно такое, знаете, сицевое платье, цветочек такое вот с оборочками. Совершенно-совершенно девочковое такое платье, которое было выставлено на их веб-сайте. И его надел на себя парень молодой. И он, значит, демонстрировал это платье. Стоило оно, по-моему, тысяч три долларов или евро, я уже не помню. Ну, в общем, очень недешево. Вот. И вот, по-моему, как-то вот это стало входить все больше и больше стало входить в моду. Много очень мужчин, если хотят заявить о себе. Это как бы стало таким, знаете, если артист или певец или кто-то, его немножко подзабыли, мужского пола, он, значит, одевается в платье, выходит на какое-нибудь интервью или в какую-нибудь передачу. Вот, например, Saturday Night есть передача, то есть вечерний субботов. Очень известная передача, которая, шоу, которое идет много-много лет в Америке. И туда приглашают всяких комиков, артистов известных. И вот, значит, вот там, например, тоже недавно появился один из подзабытых таких певцов. Он тоже пришел в платье в цветочек, вызвав тоже фурор. Все о нем говорили, все о нем, значит, вспомнили, чего, собственно, он добивался. И вот наткнулась я в Инстаграме вот на это вот видео, когда сын Мадонны, он, проходя вот так вот по дому, идет съемка, потом он заходит в кухню, и съемка официальная как бы кончается, а кто-то, видимо, продолжает его снимать. И он, значит, его спрашивает, ну как тебе моё платье? И он говорит, слушайте, классно, это как-то удобно, ничего не жмет, нигде не давит, все так свободно, значит, ну вы понимаете, что не жмет и что не давит. Я, так сказать, не могу сказать, что вот он на меня произвел впечатление какого-то, знаете, ну вот мужчину в платье, и это прям фу-фу-фу. Вот если до сих пор для меня это было, когда я видела мужчину в платье, я, если честно, я не говорила фу-фу-фу, я просто так кривилась, и немножко так для меня это было как-то, ну, это неправильно, это не должно быть, это не, это не, нет, нет, я никогда этого не пойму и не приму, я никогда в жизни не восприниму это как что-то нормальное. Но этот парень, он как-то заставил меня задуматься, он выглядел в этом платье настолько естественно и настолько, ну вот, знаете, он, видно было, что он не пытается никого эпатировать, видно было, что он не делает это для того, чтобы о нём вспомнили, потому что, в принципе, он неизвестный, как бы, он, я даже не знаю, что он делает, но ему 15 лет, мальчик. То есть он сын Мадонны, и понятно, что это уже достаточно заявления для того, чтобы о нём знали. Но у меня не было впечатления, что он это делает для того, чтобы вот стать модным, стать популярным. Конечно, вероятно, возможно, есть в этом что-то, но мне кажется, что он это сделал вот для удовольствия, вот для фана, что называется. Просто почему не надеть платье, почему не пройтись, почему не попробовать, почему не посмотреть, как это будет выглядеть. И, в общем-то, я вам хочу сказать, что действительно, ну, это не выглядело каким-то, каким-то очень диссонансным таким вот моментом. Вот этот вот мальчик, мальчик, он выглядит как мужик, в общем-то, взрослый, потому что, несмотря на то, что ему 15 лет, он довольно такой развитый мужчина. Я, знаете, у меня какое-то произошло такое... Минуточку. Я что, я могу принять? Это как то, что это, в общем-то, нормально. В общем, я раздраюсь сама собой, я вам должна сказать, потому что, ещё раз повторюсь, что до сегодняшнего дня я, видя мужчин в платье, для меня это было совершенно, ну... Это было неприемлемо с точки зрения, что вся моя натура как бы выставала против этого, потому что платье это женское, это только наше, это только для девочек, только мы имеем на это право, только мы должны это носить, а мужчины не должны носить платье. Почему у нас отбирают то, что мы любим, нашу любимую одежду? И даже если это был мужчина, как бы, который это делал не для хайпа, а просто потому, что он любит это делать, вот как я рассказывала про этого англичанина, который... это он начал носить юбки и каблуки не для того, чтобы он хотел прославиться и стать известным, а потому, что он решил, что так ему удобно, и он любит ходить на каблуках и в юбках. Кстати, интересный момент. Нас женщин призывают не носить каблуки и не становиться на каблуки, а носить удобную обувь и никому ничего не доказывать на каблуках. Не обязательно носить каблуки, чтобы выглядеть красиво. А вот тут вот мужчина, он решил, что ему удобно ходить на каблуках, ему так нравится, и все аплодируют, аплодируют, потому что, когда женщины влезли в огромные кроссовки с юбками и с платьями, им тоже все аплодировали, говорили, вот, наконец-то, мода стремится к удобству, мода стремится к тому, что мы перестанем выпендриваться и ломая ноги ходить на каблуках, а вот теперь модно ходить без каблуков, модно ходить в кроссовках. А мужчина, вставший на каблук, сказавший, что ему так нравится, ему так удобно, тоже вызвал, значит, бурю аплодисментов. Смотрите, какой он смелый, какой он отважный, какой он креативный. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Но, опять же, посмотревшись сегодня это видео, я увидела, что вот пацаненку, вот, на самом деле, реально, он получает удовольствие от того, что он прошелся в этом платье. Он сказал, что это удобно, не жарко, ничего не жмет, нигде не жмет, почему нет, это классно. И, конечно, можно привести в пример, что, скажем, 100 лет назад женщины и женщины не носили брюк, и первая женщина, которая надела брюки, на нее тоже, наверное, все фукали и говорили, фу, это не женственно, как можно? Женщина превращается в мужиков, как можно носить брюки женщине. Наверное, женщина в брюках 100 лет назад вызывала такую же реакцию, как мужчина в платье сегодня. Но я могу, в оправдании того, что женщины надели брюки, сказать то, что они надели брюки не только потому, что это удобно, и не только потому, что это как бы практично, и в некоторых моментах, вот, допустим, на велосипеде в юбке очень неудобно, или там по горам лазить в юбке очень неудобно. А женщины надели брюки как бы в протест того, что женщины считались вторым сортом, это совпало с движением феминизма, это совпало с тем, что женщины пытались добиться с мужчинами равных прав, и поэтому они надели брюки. Смысл того, что сейчас мужчины надевают платья и юбки, они пытаются добиться с женщинами равных прав, ну, как бы, это нонсенс немножечко. Они хотят выглядеть как женщины, они хотят... То есть, понимаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что когда женщины надели брюки, это имело не просто смысл, не просто вот... Это было не просто одежда, это был как бы протест, это было движение. А вот сейчас мужчины надевают платье и юбки, чтобы что? Как протест чего и как что? То есть, уравняться, еще раз повторюсь, в правах женщинами, так, по-моему, мы еще женщин не уравняли до мужских прав. Или это как поддержку того, что женщины... Женского движения феминизма, но, по-моему, нет. По-моему, мужчины надевают платье не для того, чтобы поддержать женское движение феминизма, а просто для того, чтобы... У меня нет ответа на этот вопрос. Я, если честно, не знаю, для чего сейчас мужчины надевают платье и юбки, причем гетеросексуальные мужчины... Я могу сказать, что единственное оправдание, не то что оправдание, а единственный смысл этого того, что им действительно нравится эта одежда, и они решили, что почему им нельзя носить платье, если, в общем-то, в наше время всем можно все, если это не мешает кому-то третьему, так сказать, или четвертому человеку вокруг вас, то можно носить все, что угодно. Поэтому вот из соображений, чтобы поддержать вот это вот движение, что всем можно все, особенно в моде, особенно в одежде, и это как бы свежо, это новое, это модно, это заявление о себе и так далее. Я что-то забудовалась о том, что я хотела сказать? Хотела я сказать вот что. Я в заключении сейчас приведу, так сказать, свои окончательные выводы по этому поводу. Хотела я сказать вот что. Хотела я сказать то, что если до сегодняшнего дня для меня это было совершенно неприемлемо и совершенно вообще невозможная ситуация, когда мужчина ходит в юг, я считала это неприемлемо и совершенно, я никогда это не приму, я никогда с этим не соглашусь, то после того, как я увидела сегодняшнее видео, я вдруг поняла, что, наверное, наступит тот день и наступит тот момент, когда это станет нормальным и когда мы перестанем оглядываться, тыкать пальцем в мужчину, который идет в юбке и в платье на каблуках. Если даже такой динозавр, как я, мое, так сказать, понятие на эту тему как-то немножко сдвинулось и немножко как-то произошли какие-то, знаете, подвижки у меня в голове. Я не могу сказать, что я полностью согласна с этим. Кстати, мы обсуждали это с моими детьми, а у меня мальчишки, никто из них не выразил желание надевать платье или юбки. Никто из них не то, что не выразил желание, они оба скривились и... Мама, вообще о чем ты? Но это не значит, что нет других мальчишек, которые не хотят это делать. Я, опять же, подводя итог тому, что я сегодня здесь говорила, я хочу сказать, что... Возможно, возможно, несмотря на наше неприятие того, что сейчас происходит в моде и того, что сейчас происходит вот в этом в мире секс, что все перемешалось и мужчина не мужчина, и женщина не женщина, и ничего невозможно и непонятно, что происходит, но, возможно, это какой-то переходный период к чему-то, что, когда, например, мужчина в платье не будет не выглядеть по-мужски и не будет выглядеть женственно, а будет выглядеть в какой-то момент нормально для окружающих, так же, как на сегодняшний день, нормально будет женщина в брюках, это взяло 100 лет, но тем не менее. Хотела бы послушать, что вы думаете на эту тему, действительно это интересно мне, потому что даже я как-то немножко стала, знаете, сомневаться в своих каких-то... В том, что я, так сказать, непоколебимая правота моя, она непоколебима. Увидимся в следующем видео и увидимся в комментариях, очень буду рада вашей реакции, вашим мыслям на эту тему, мне действительно интересно, и до новых встреч! Люблю, целую, ваша Дита, всем привет из Канады, пока!